Я? Привет. Привет. Смотрим, как дела? Дубарь такой. Ладрига, давайте он. Люблю этот шумик. Да? Да. Закрывай, давай. Радио включили? Да, батя новости включил, и я слушаю за одним. А что вы радио-то не включите? Радио? Ну тут же вы оставили. Ну нет, батя там телефоном пользует. Радио включили, там новости были. Я хотела спросить у зрителей моих. Это ж у нас в Киеве. Может кто-то знает, где есть такой кабинет? Где гуся можно удалить? О, гуся. Вчера ребят ездили гуся удалять? Я вчера. К сожалению, гуся на Минске уже не удаляют. Да. Там такая клиника была классная. Лазарем раз отщепнули там и все. И дома себе просто марганцовывали. Короче, на Минске была какая-то клиника косметическая. Да. И там удаляли, мама ударяла родинку. У меня когда-то на подбородке была такая большая. Вот такой гусь был. Вот такой, блин. Прям броснул. Короче, вот такой вот, да. И он мне тут мешал. Я сплюш вот так втыкаюсь в подушку. И оно у меня прям вот цеплялось. То крыска могла укусить зато. Да. То было когда-то укусил. И крыска. Это тушканчик. Тушканчик. Даже не тушканчик, не дегу, не дегу. Песчанка. Вот. Песчанка укусила. Она мелкая такая. Она испугалась. Думала, что это что? Мама хотела спросить, где на баллоне удаляют вот эти вот бородавки и так далее. Да. Родинки и так далее. Салон красоты. Удалять вот такие мелкие нельзя тоже. Потому что они в онкологию перерождаются. У меня тут когда-то была за ухом. Я взяла ниточкой, перевязала. Вот. Так как мне сказали, что можно самому. И что? Она у меня надулась такая, как фасоль выросла, черного цвета. Может, она мне тогда и онкологию спровоцировала. Ну, никто не знает, откуда она идет. Потому что я ее, когда уже пришла в этот косметический кабинет, говорю, мне надо ее удалить, потому что я ее перевязала. Она говорит, ого, у нее у вас онкология. Ничего делать не будем. Ну, короче, я взяла ее ножницами. Сама я отчикрыжила. Она сухая уже была. Ну, на клеточном уровне... Ну, это не от этого у тебя онкология была. Ну, неважно. Может, от этого никто не знает. На клеточном уровне, то есть клетки, они быстро. У меня... Я ножницами отрезала. У меня остался такой стержень, как косточка с карася, знаешь, такая... Прямо отрезать не могла ножницами. Ну, я его чеканула, и все, оно зажило. А потом вдруг у меня появилась вот такая уля под рукой в лимфе. Он лимфоузел вот такой стал. Ну, короче, это была уже онкология. Я не знаю, от чего это произошло. Вот. Поэтому никаких мелких, вот таких вот, ни в коем случае нельзя. Гусей не удаляйте. Не удаляйте. Там сразу идет рак кожи. Это очень сложно, не дай бог. Ну, то есть надо только в клинике. Пошли, сыночек, это... Что? Покушаем, и ты будешь что-то мне помогать. Столько работы, столько всего. Что ты хочешь сегодня делать? Батя сегодня целый день на кухне стоит. Да? Да. То есть я ему сказала, что помыть и приготовить. Ну, хотя бы вот это снять, потолки, потому что там тоже могут быть тараканы. Везде травятся, они все равно где-то могут там существовать, сидеть. Кого, вот эти штуки снять? Ну, да. Мы же потолок будем белить. Ну, будем, конечно. Ну, так хотя бы вот это все поснимать, опять их протравить, потому что где-нибудь где он пробегает. Куда он пролазит, я не знаю. Вот еще до потолков куча всего надо выкидывать, все завалено. Ну, хотя бы вот это, чтобы тараканов мне уже убрать. Хорошо, хорошо. Поснимаем тебе вот эти штуки. Вот туда, вот там. Может, оттуда где-то лезть. Может, от соседей. Ну, я не знаю просто. Ну, там соседи нормальные живут. Там они и травят, и все, что хочешь. А внизу соседей нет. Там тоже, кстати, может, оттуда. Я там уже залепила дырку. Но они все равно щелочку находят. Вот. Что они там могут делать? Не знаю. Короче, у тебя такое большое окно или такое же маленькое? Ты видишь, батя уже, я вчера раскричалась, он уже все тут зачистил. Да. Зачистил, оно сгорело, он взял зачистил, и типа ничего нет. Короче, поэтому у меня тут все тряски лежат, пошли. Пошли, я тебя покормлю. Что нам тут батя наготовил? Ну, он стоит, просто дежурит, чтобы ничего не сгорело. Да. Вот, попробует там на вкус, поперчит, еще что-то. Надо, чтобы помогал. Вот, он готовит. Серь, включу? Давай. Батя, ты с нами будешь есть или потом? Потом. А что, с нами пусть садится есть? Нет, потом. Он потом, он не любит на камеру. Тут хватает еды. Ой, что, картошка? Да. Фирменный рецепт от Сергея Васильевича. Да. Картошка целая выпекается в подсолнечном масле. Во фритюре получается. Три картошка, только целая. Ты еще в воду урони эту камеру. В воду уронять не хочу. В воду урони эту камеру. Все. Что, все? Ручки помыл? Помыл. Садись, это батя на тот рукав. Я ее уберу. Муку оставила, думаю, может быть еще. А рыбу куплю, не знаю. Сейчас все тарелочки вот эти все. Живо выливать сюда. Что? Говорите. Картошку тебе положила. Сейчас надо. Ложите. Про это? Хорошо. Ну, масло сойдет. Может, мы тебе пленку поменяем? Чем ты же налепила старую? Нет, пусть так будет пока. Не надо. Можем заехать поменять пленку. Вот это, сынок. Вставь карточку в батин телефон. Это моя карточка. Тут срочно мне надо. Помоги сейчас. Тут срочно надо. Человеку телефон неделю уже просит. Вот тут есть телефон моего ученика. Теперь уже мои ученики, учителя. Понимаешь? Срочно человеку нужен телефон. Там есть в этой карточке телефон моего ученика. И нужна его помощь. Что это за карточка? Киевстарская моя. Это лайф вообще-то. Все, ты же знаешь, это Киевстар. Это же значок лайфа. Это Киевстар, Сергей Васильевич. Я просто не знаю. Могу ошибаться. Это Киевстар моя карточка. Киевстар? Ну, не я же пользуюсь. Киевстар? Да. Что? А что, значок лайковский? Это лайф. Киевстар синий. Лайф всегда желтый был. Так она тут синяя. Вот тут она синяя была. Где? Ну, вот тут. Вверх. Какие последние? Ну, поставь, батя, телефон. Посмотри. Ну, давай телефон сейчас поставлю. Принеси, батя, свой. Мы твой телефон поставим и найдем человеку телефон. Потому что она мне уже целую неделю пишет, пишет. Мне ж неудобно. Это моя бывшая коллега. И я уже говорю, у меня не остались данные. Это когда еще были дети мои. Сейчас они уже преподаются. Дай ему 20 рублей, Свет. Хай мне пополни этот, чтобы дальше карточка пользовалась. Ну, а ей вы имя звится. Дай 20 рублей. Деполни. Ну, продолжение карточки. Принеси мне лучше мне телефон, мам. Так, я вам пока кушать готовлю. Вы займитесь карточкой. Что займитесь ко мне? Мне надо ваша карточка. Берите, занимайтесь. Ты что, думаешь, ставишь карточку, там будут номера телефона? Это вообще карточка какая-то уже прогорела. Ее уже давно кто-то купил, эту карточку. Она думает, что ставишь и достанешь отсюда номер телефона. Нет, это моя карточка киевстаровская. Это, во-первых, лайф. Это, во-первых. А, во-вторых, если вот так вот она лежит, ты ее не платишь, она потом слетает и просто потом этот номер продается в магазине. Ну, давай, попробуем. На, 20 гривен, пополни ему. Я вы ему язык. Так телефон медь там. Это что, моя карточка, которая была в этом? Слышком вам телефон, не так? Лайфовскую, сюда мне сейчас. Она там что осталась? Где моя киевстаровская карточка? Не знаешь, да? Света, а где твоя кристаллская? Я не знаю, может, у соседа где-то. Да я знаю, где твои карточки. Может, на мусорке? Другой. Да ну, не начинай вот это. Последняя 540? Наверное, 40. 0,93? Да, да. Не важно там дальше, какие там. Типа твой телефон надо, да? Ну, я понял, да. Да, ну, разбирайтесь там. Я пока вам кушать готовлю, то вы разберитесь с телефонами. Потому что у меня же телефон на одну карточку. Какие вы бедные и несчастные? На одну карточку? Нет, я не говорю, что я бедная и несчастная. Мне одной достаточно. Яблоко, что-то. Яблоко выглядит, как я не знаю, что. Нормально выглядит. Что? Если б не упало, блин, вот этот... Ну, так поехали, сейчас наклеим тебе новое... Карнис? Не, надо ему клеить обратно, 500 гривен выкидать. И там нормально. Я же ее не кидаю. Это сам карниз слетел. Это вообще, бывают такие чудеса и кирпичи на голову летят. Чего он оттуда слетел? У меня не раз он слетал. Блин, возьми его, выкинь. Все, пополню. Нет, все-таки повесила. И пока не упал на телефон карниз. Просто на телефон. Проверяй. Да я не могу его чистить, капец. Нормально уже. Более не надо, 20 рублей хватит. Короче, это жопы выкину. И не буду его чистить. Так что вы решили с этих... Снимать эти потолки? Я не знаю, кто там... А что, пусть будут? Нет, при чем тут пусть будут? Просто тут еще дофига, что надо выкидывать. Ты как тут вообще собираешься ремонт делать с вот этим вот хламом всем? У тебя столько всякого ненужного добра тут? Которая мешает. Ты его будешь таскать с одной комнаты в другую по 300 раз? Не буду таскать. До потолка все заваливать? Потихоньку все выкинется. И какой ты считаешь хлам? Если есть хлам, что-то раздам. Чего ты не раздашь никому? С комнаты в комнату. Я пока до комнат дойдет, то мне надо кухню сделать. У меня же там еще и хомячки живут. Вчера как начали утепляться среди ночи, тарахтят домики, таскают на спине. Где, тут или на работе? Тут. Ну там, понимаешь, включили... У тебя фонарик включен. Сергей Васильевич, фонарик включен. Там мы включили батарею, а еще комната не нагретая, холодно. Все равно они туда-сюда таскают эти домики. Утепляются. Я встала, говорю, что такое, что там такое, позамерзали. И тряпок же ждала туда и в дома, потому что опилки все зарядили уже в дом. И все равно шуршали, шуршали. Так же вот эту сим-карту можете выкинуть в мучарку и все. А чего? Того, чего. А? Это лайфовская сим-карта. А та друга, где? Это, скорее всего, моя сим-карта какая-то. А твоя? Которой я уже давно не пользуюсь. У тебя в телефоне. Потому что лайф. У меня нет, у меня такие своя и лайфовская. У меня не может быть трижды своя. Ну ты же вытащил ту с Сашиной номер телефона. А что ты решила, что на сим-карте номер телефона? На телефоне остаются номера, а не на сим-карте. Да? Да. Ну все, тогда. Боже мой, я говорю человеку, ну постараюсь карточки найти вставать. А телефонов нет. Ничего себе, постараюсь. Такой специалист. Тогда иди, вон у тебя кусочек лежит кочерыжки. Еще я же говорю, она уже давно прогорела, этот номер продался в магазине. Когда ты не платишь, не оплачиваешь номер телефона, то он потом продается в магазине и все. Один способ его вычислить. Он там в кафешке сидит вечерами. Ничего себе. Пойдете вычислять? Нет, там для меня работа. Ну мне сказали, что под этим куда часто приходят. И кофе пьет. В кафешке именно кофе. Такс. Что? И капусточку. Сейчас. А хлебчик? Ты купи? Ну там без хлеба. Что? Хлеба? А что? Я маму буду везти и она купит хлеба. Я маму без хлеба. Есть хлеб. Короче, банан я твой нашел сегодня. Сгнил. Только знаешь где? Где? На асфальте. Я в прошлый раз, когда вот это выгружал, он где-то вывалился. Я так и не понял. Но я там нашел яблоко, две пачки мороженого, которым уже два месяца. Мама гуляла со Светиком, забыла все. И банан. В коляске забыла. В коляске. Ну так получилось. Забирай эти 20 гривен. 20 гривен забирай. Это же маме гроши. Ну а что, не пополнил что ли? Пополнил, что ж не пополнил. Ой. Бациллы на этих деньгах. Тебе так удобно? Ну это наверное ця карточка. Вона обрезана просто, бачите? И сильная. Это лайф. Я что, не разбираю в значках, чи что? Не, так я понял. А где та? Ну ты где здесь лежит. Та вона все давно прогорела, если вы не платите за нею. Сергей Васильевич. Она не прогорела, вона нормально люди спрятали. Если ты не оплачиваешь, не оплачиваешь вот так по 20 гривен, как ты через год, ты не оплачиваешь. Раз в год. Она прогорает и в магазине продается. 10 гривен налажь, чтобы дальше номер сохранялся. Платишь ты, не платишь. Что я тебе рассказываю? Я думаю. 10 гривен раз в год, чтобы она не пропадала, потому что я не пользуюсь. Давай, бери капусту, картошку, вперед. Сейчас всю картошку. А тут пришло, говорят, мы вам даем еще 90 дней. Как хотите, темно, что ваш номер не пропал. Сейчас понимаем, что сейчас такая обстановка. И еще это, это я пополнил, у меня закончилось где-то с 10 вересням. Так вот, все оно есть. На счету у вас 20 гривен, и именно пополнили. Еще сотку, сгоди закиньте, где-то разговариваю. А зачем мне Киев стало? Понятно. Батя, сядешь или потом? Хорошо. Так, я себе 2 картошки положила, это хватит. У тебя 3, хватит? Как албасы, зачем мне столько? Ну, сколько съешь? Давай, вперед. Ой. Билочку. Что вам купить с продуктов? Ну, не продукты, а с такой ест. Я, допустим, езжу, ты мне говори, там, купи колбасы, купи мне пиле. Можешь писать в список. Ты можешь мне написать в список, и я еду, тебе буду. Второй я хоп и купил. И время даже тратить не будешь. Да. То-то, то-то, то-то. Купи, купи, купи. На это очень много времени не будет. А получается, что же работаешь? Надо как-то успевать. Ну, ничего страшного, успеваю. И выспаться успеваю. Все успеваешь? Все успеваю, сынок, благодаря тебе. Спасибо тебе. И бате спасибо, что он кукла варит. Ну, я говорю, бате, давай помогай-то. Потому что не справляюсь, просто не справляюсь. Завал. Вот. Так, эта бумажка у меня упала. Буду лопать. Да? Да, тебе доловила что-то. Так, садись за стол. Что ты так сидишь? Садись, посидишь с нами. Потом будешь, как ты все стесняешься. Не расступишься. Ну, тебе этот, дать горчичку? Нет. Ложку взяла для капусты. Потому что у меня капуста сейчас мимо рта. Если я вилкой буду капусту набирать. Ну, короче, отпиши, что лучше ложкой. А я сегодня проснулась. Я говорю, слава тебе, господи. Жива, здорова. Надо благодарить господа. За то, что мы живем на этой земле, сынок. Я как вспомню, с этой родинкой теперь у меня просто переживаю. Оно у меня вылезло, блин, возле щитовидки. Вообще не надо переживать, не за что. Хотя я так говорю, что я переживаю, что у меня исчез этот кабинет. Туда захожу, а там... Какой кабинет? Ну, там был лечебный кабинет по шкире. Как он назывался, я уже не помню. Ну, там врачи работали. Так как стоматология. Так а что ты у них не спросила, а куда они переехали? Да кого спросить, там полно людей, которые разыскивают без вести пропавших. Врачи работали. Все люди, люди, народ забитые в это помещение. Там врачи работали, да, никто? Да, там врачи работали. Я думал, а просто так... Потому что когда я пришла с этой родинкой, она мне сразу сказала, что это... Онкология. У меня такой шок был. Я говорю, а где она возьмется, нормально себя чувствует. А ты же на коже не чувствуешь вообще, что она там болит. А как она на глаз определила, что онкология? Да. Да, потом я лежала в онкологии, сынок, и я видела, что это... Я поняла, что там специалисты высшего класса работали. Ну, причем поудаляла мне такие бородавки. Удалила такую бородавку, вот такую. А это не бородавка была, это была как бы родинка. И там еще волосы росли. Они такие, знаешь, закручивали жесткие. Вот. Так волосы, ну, надо было удалять этим. Иголку там какую-то специальную. Нормально картошка? Скажи как. Нормально. И это, и удалять еще тут волоски. Вот. Ну, я уже ждала, пока это заживет. Думаю, пока. Хорошо, мы поняли. Вам... Ребята, кто с оболони, напишите маме, где удалить можно гуся. Ты знаешь, где гусей можно удалить? Можно. Расскажи. У меня был гусь, она мне ниточкой перевязала. И он отпал. Ну, отпал, и ничего не мало. Ну, сразу такое было красненькое, потом высоко-высоко и отпал. По себе перевязала, и вот такое надо было. По пилому было, да. То есть, они разного вида, и их отличить очень сложно. В косметическом кабинете знаешь, что... Ну, слава богу, что себе. ...экология и еще что-нибудь. Колбасы врезаем. Бери, еще врезу. Садись. А мне дала колбасу, она там дома так и лежит. Я гон назад ее привезу. Нет, уж кушайте. Отрезали себе там утром. Вместо сырка. Я вообще люблю копию с этим сыром. Но, это, не дохожу туда. Вот, у меня есть. Хочешь угощу сырок? Нет, спасибо. Помидоры два? Помидоры, знаешь, что есть? Селедка есть и капуста есть. Помидор? Пома? Угу. Ну, не мало, как има. Закончился сезон помидоров. Ну, уже не надо их покупать, потому что они твердые. А, кстати, и есть на помидор. Ты, извините, на работу идешь? Ну, да. Да? Да. Ну, подвезешь меня. Я, кстати, на дорогу очень много времени трачу. А когда ты меня подвозишь, блин, вообще классно. Нет, Света, ты седаешь на троллейбус и едешь. Или можно тут пешком дойти? Нет, только я троллейбус жду по полчаса. А что ты рассказываешь? Тут у нас ходит транспорт, ходит отлично. Тут не надо говорить. Ну, да. Ну, бывает, только уйдет, то тогда уже ждешь ты. Ого-го. Дорого. Конечно, час пик быстрее ходят. Когда днем меньше ходят. По коже возить. Электрику тратите. Патя, я тебе уже потолще кусочки режу. Как получилось. Как получилось. Как получилось. Ну, так не ресторанней же ты у нас. Да какая разница, да. Мне все равно, если я голодная, я могу просто взять и покупку колбасы без... Это надо... Это надо... Гулии прошлися, там, приправки и... Не надо, чтобы она стояла, натягивалась. Ты прямо с салфетки кушаешь. Ну, вылаживала на салфетку, чтобы она, это... Жир. Понятно. Собрала. Да зачем, я уже зим колбаску, спасибо. Я уже зим колбаску, ешь ты. Хлебушка дать? Я 20 кг скинул, чтобы мне поправляться. На это поезд, я уже буду есть аж... Я тебя правильной едой кормлю, ты не должен набирать вес. А это правильная еда? Да. Сборщики, сумочки... Я когда-то пришел в больницу, ты говоришь, а вы чем питаетесь? Я говорю, я очень люблю манку. А вона каже до меня, манка, каже это, то у меня в садику кормили манкой. Манку, а мне пришлось банку. Манка, да. Я говорю, нельзя її кушати, каже. Это не той продукт, чтобы есть маму. Да ладно. В детстве обожала манку, никто меня ей не кормил, но я ее обожала, кастрюлями варила. Когда уже молодая была, в Киеве. Ничего там полезного в этой манке нету? Ничего там нема. Не знаю, я ее люблю. Одна из бесполезных круп. А сырнички какие вкусные? Ну все, кого там язва или гастрит. А так вон там ничего нема. Ну это вы не любите кашу, я люблю кашу. Я тоже люблю. Вы любите что-то такое? Что мы любим? Ну такое, я имею ввиду. Что? Мясное типа. Погуще, погуще. Мне щи пойдут и жиденькие, а вам надо погуще. Щи? А ты умеешь их готовить? Умею. А ну расскажи рецепт, потому что я никогда в жизни не ел щи. Наготовишь? Наготовлю. Хорошо, я пошел. Ну завтра попробуешь. Водичка. Картошка. Как вы хотели приготовить солянку. Но я посмотрел, сколько тут надо все кинуть. Передумал. 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 Солянку с огурцом типа? Солянку с колбасой. С чем хочешь там. С огурцом. Лимончик. Я понял. Так это разве солянка? Это окрошка. Нет, это окрошка. Ааа. Солянка это там много колбасы. Я понял. С переломкой. Нет. Все? Ой, что ты думаешь это. А окрошка там со всем этим. Это клетчатка. Давай вперед. Угу. Окрошка это тот же самый оливье, только заправлено кефиром или квасом. Или сметаной. Вот. Я был у братика в Прибалтике на похмелку на окрошке. Я одну тарелку ешь, ешь. Я аж три тарелочки вырубал. Ох и вкусно. Холодно так вот. Рука болит на весу. Сразу ее на стол. Ммм. А что делаете? Куда болит? Ну, уже ничего не сделаешь. Это на всю жизнь. Ну, если болит, то живешь. Это на всю жизнь, да? Если не болит, то живешь. Я рада. Я рада. Что живу. А что там твои звери? Никого не принесла? Нет. Пойду, посмотрим. Да ешь капусту. Да ем, да ем. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Звери, ну. Еще надо. Раз, два, четыре клеточки надо вывести. Ты имеешь ввиду свинку тоже? Нет, свинку оставить. А что, попугай? Нет, и попугай оставить. А, ну тогда три. Ну, нет, и тут же есть одна. Или вот эту ты хочешь инвалида оставить. Ну, или хотя бы три. Хотя бы три вывести. А кто вообще не мешает? Она классная. Хотя бы три. И вот этих вот клиентов бы тоже забрать отсюда. Ну, ты мешай, как все убегает. Батя отобрает. Хорошо. Хорошо. Хай будет. Ну, что оно? Есть теталионы плавают именно. Причем они поют. Мне она сказала. Поют? Да. Когда они вырастут, обнимаются лапками. Смотрите, какие. Парочка. Поющие лягушки. Икру мечут. Ну, они поют. Они вообще не мешают. Они тихонечко такие тихие звуки издают. Ну, это батя будет говорить. Я батю купила. А тебе три клетки заберем? Да. Ну, пусть попозже. Я тебе говорю, они так холодно боятся. Они целую ночь тарахтели. И это, укрываются. Они тарахтят от того, что они ночные звери. Крушечки съемки. Ночные грызуны, которые бегают. Поэтому они тарабанят. Нет. Они утеплялись. Там холодно. Поэтому. Там у тебя теплее, чем дома. Я тебе скажу. Да. Но там теплее. Я знаю. Но мне там их поставить некуда. Вот проблема. Ты же говори. Я же тебе говорю. Места нет для них. Нет. Освободиться место. Разберут их. Я все раздам. Там раздаешь? Раздавай. Напомним. Чтоб я знала, что они в хороших руках. А откуда ты знаешь? Хороший там руки или плохой? А ты вопросы такие. Хорошие руки. А откуда ты знаешь, какие там руки? У тех людей, которых я знаю. А что означает у тебя в плохих руках? Ну, есть люди скрытые под оболочкой. Не знаю. Вроде любят животных. А вроде и по барабану. А потом виваются их. Это верю тебе. Не то что. Под ширмочек человек будет всю жизнь ходить таких, хороших. А внука говорит, ого. Он не мог сделать это, но убийство сделал. Вот такие люди есть. С потяжка все делают. Я вчера иду. Ничего. Останавливается машина. Соседи твои. Какие мои? Твои. Твоего дома. Вас подвезти? Ого. Подожди минутку скажу. Уже трое и водитель появился? Один, это уже трое и водитель появился? Ну, это ребенок мой. Он с Сережкиного возраста. Коллеги сын и коллега сидит рядом. А я понял. Я говорю, да нет. Я же в другую сторону. Надо совесть иметь. Засадитесь, мы вас подвезем, типа. А я говорю, да нет. Нет. Ты кто это был? Я их знаю? Моей коллеге, да, сынок. Я их знаю? Угу. Ну, видел. Не знаю, сейчас думаю. Назвай фамилию, номер, дай телефона. Ну зачем, люди может не любят. Я тебе говорю, что у меня сколько подруг. Почти половина все поотшивались, позакрывались, чтоб не дай бог даже в Ютубе про них слова не стало. Ух ты, у тебя так много подруг. Это кто? Одна Лариса? Причем ты там? Все. Кто, кто? А кто еще? Только сказала, что ну. О, не, не. Мы к ней доберемся. Не переживай. Мы у тебя расслабим, пойдем туда звери раздавать. Там... И зверей тоже много. И даже не звонят. Ну это по слухам. Даже не звонят. Боятся, чтоб даже... Ничего. Доберемся. Не ставьте лайки. Дизлайки ставьте. Пока ремонта не будет, ставьте дизлайки. Ставьте лайки, это не легко. За что? За что? За что? Я же тебе говорю. Да. Ремонт есть? Начинаете что? Не начинаете. Тянете резину, тянете. Сынок. Что? Мне уже под 60. И что? Я прихожу с работы, у меня ноги болят. Я мужу говорю, так ноги болят, давай мне грелку сделаем. У меня тоже что-то... Правая нога болит коленом. Ой. Поэтому скажи спасибо, что еще так родители двигаются. Богу скажи. Старые такие уже. Капец. Старые, старые. Так он мне чайник поставил. Спасибо. Не могу ноги отказывать. На здоровье. Спасибо за обед. Вон как люди работают. Вот это работает. Это по-взрослому. Вот. Видишь? Вот. Что тут люди работают? Потому что... Я ходил вот так вот, я листя греб, ребята. Я когда малым был, вы что думаете, гулял на улице, мама взяла, пошли. И работаешь, и гребешь листя. А отец, видишь, ничего не работает. А зато живешь. Не знаю, что отец делал. Головец, да? Что? Батя тоже работал. Да я ничего не делал. Куда он от нас денется? Пойдем поможем? Работал, и Паш, и ты... А меня кто-то просил? Помогти. Это же человек, а человек работает. Ну я в окно вчера закрыл. Ну. Так пойди поможи, ты же инициативу проявляешь. Да. Ну. Я уже спросила. Ты говоришь, пойди поможи. Так пойди поможи. Женка будет ревнуваться. Я не знаю. Другая какая-то, дворничка там. Скажи, это дворничка какая-то, я не знаю. С солькой вкусная капуста. Я отец, и листья греб, помогал. Мама говорила, надо, надо так надо. Вот. И в селе греб. Поэтому я работы не боюсь. А это неплохо. Обмен веществ налаживается, когда двигаешься. Батенька, видишь? Я к тому, я к тому говорю, что человек возраста такого же, примерно как вы. Вот. Физически работаешь. Я устала там, то все. По-твоему я работаю с бумагами? А ты доживешь дома не готов? Сынок. Что? Ты доживешь дома не готов? А я откуда знаю, доживу я дома не готов? Чи не доживу? Не знаю. Надеюсь, доживу. Надеюсь. Дай Бог, чтоб дожил. Ты что? Надо переживать родители. Я говорю, тут не надо... Я про что говорю? Что может быть она еще молодая, просто одета так, потому что это грязная работа. Это грязная работа. Ну так, листья, пыль, дождь, грязь. Грязная, это не работа. Какая она не есть, она работа. Так что я к тому, что надо нам работать, а не человека за человека говорить. Я говорю, что нам надо работать. Нам. При чем тут человек? Так я и говорю, мы всю жизнь работаем. Хорошо, человек работает, а мы тут сидим, кушаем. Надо вставать и работать. Вот завтра пойдем вот именно. Может нам дадут квартиру еще одну. Пойдем дворниками. Никому уже ничего не дают. Никогда не давали. Я уже рассказываю, давали это еще нашим родителям. А я уже была в пролете. Хоть работала, но ничего не получила. И ты ничего не получил. Бесплатно. Ой, работала. Нет, получили. Бесплатно я успела получить образование. Работали. После школы. Работали. Я бы сказал, кто работал. Я бы сказал, кто работал. Что? Так смотришься. Ну вот. Ну ты обратно на меня смотришься. Нет, так смотришься, как вук. Ой, это, блядь. Такой плохой. А все равно каждый работает, ты должен понять. По своему состоянию здоровья. Я ничего не говорю. Это не понятно. Так я ж не говорю. Я ж ничего не говорю, что ты должен так работать. Человек должен решать, как он хочет. Вот, так и работать. Да не то, что решать. Просто есть люди, которые могут физически работать. И для них это плюс. А другие, которые ходят и шатаются. Мам, я к тому, что ты сидишь. Я вот работаю, работаю, работаю. Я вижу, как ложкой работаешь. А ты шатаешься и ходишь? Да при чем тут вы на меня все оборачиваете? Я говорю, каждый человек по-разному. Не все могут работать физически. У тебя есть картошка в дом? У тебя есть капуста? Слава Богу. Хлеб есть? Чем ты еще недовольна в жизни? Умотали всю картошку. Ну, какие вопросы еще это? Это что это? Ножка болит? Классно болит. В чем проблемы? Я не могу понять. Давай поедаем. Заешь? Я не хочу пузо скинуть. Не хочу поправляться. Ну все, до вечера. Ты будешь сам себе греть? Да вы что говорите. Ты может тебя дождаться на сок и ехать. Сам ем, сам гуляю. Я еще буду тебе это сам. Так, кишка уже ладуется. Я к тому, что пошли работать, а не сидеть, кушать, чаи пить, обедать. Мы сейчас быстро поработаем и путь. Поэтому мне надо было перекусить. Я с утра еще ничего не ела. Угу. Ну, обманюю. Уже кови колбахнула. Конфеты, блядь, 6 штук заебенила. Будешь конфетку? Посмотри в мусорник, не одну. Это с вчерашнего вечера. Фантик. Фантик? Увалила 10 конфет. Фантик с вчерашнего вечера. Конфеты я не ела. Я съела две штуки чернослива. Да, я помню. Две штучки с орешком. Две чернослива. И рассказываю. Наговариваю, что я там много ем. Объела одни уши у мужа осталось. Да молодец. Похудала немного. Мне понравилось, что женщина похудала. И я похудал. Это нормальный процесс. Вот десерт. Три штучки осталось, что я съела. Бери. Не, я не хочу. Я уже их наелся. От чернослива отказываешь? Конечно отказываешь. Так зачем ты чайник ставишь? Пошли работать. Не, не, не. Сколько можно уже? На ходу выпьем. Что на ходу выпьем? Это он мне пододвигает. Кушай, кушай, кушай. Сколько можно сидеть? Пошли работать. Сейчас, сынок, дай мне чайник пока. Два месяца уже работаем. Языками. Ну, языками, не языками. Ага, я купил батью. Неа. На работу ходим. Все как положено. Надо звонить своего друга, чтобы мне передал махорки. Уже совсем на пределе. Позвоним, чтобы другому передал через новую почту. Мне махорки цели. Да, передай. Нет, тетюно тоже. Хороший тетюно. Я же скажу, передай, конечно. Сам его скурят. Что? У него там знаешь сколько клиентов? Таких, как ты. Для меня не всегда на идеях. Я знаю, у него там клиентов много. Да. У него много. Багато клиентов. У него клиентов много. Знаете, тетюно там быстренько скурить, без тебя. Не, и тетюно. Эту. Мы подождем еще чайник? Или нет? Как скажешь. Какой чайник, мам? Ну сколько можно? Пообедали, все. Я не хочу чай. Спасибо, покормила. Пошли что-то делать. А потом это на работе как-то. Мам, под лежачий камень ничего не подплывая. Баба Нина меня научила. Да. Понимаешь? Ну я знаю. Ну. Так мы и работаем. Ничего не будем делать, ничего не будем иметь. Надо делать. Что? Что вы смотрите? Ну ты всегда, если я подивлюся, у меня глаза такие голубые. Ты знаешь кто? Горые. Ты знаешь Ритчий? Кто? Рит. Кемерийский. Кемериец. Да ты? Да. А чего? Так я же говорю. Что ты знаешь? А ты, мама, а ну ты покажи. Слухай. Глаза у тебя какие? Кого цвета? Зеленые. Зеленые? А ну покажи. Зеленые. А ну покажи. Не буду показывать. У меня всегда зеленые глаза. Ну батя Ариец. Ой, не. Батя Кемериец. А ты Ариец. Если ты светлый. У меня зеленые. Да, ты Ариец. У тебя арийская кровь. Египтяне сказали. А у тебя Кемерийская, да. Ариец. У тебя арийская кровь. У тебя арийская кровь. Это у кого вот такие вот зеленые, голубые глаза. Светлые. Серьезно? Ты интернети. Да. Ты мне, не, не, не. Это мне историк один дедушка рассказал. Он говорит, вот так вот по лицу, говорит, это как паспорт. Можно сразу понять человек. Вот ты Кемериец. Ой, да. Ты Кемериец, потому что у тебя черные волосы, темные глаза. Вот. Она Ариец. У нее коричневые волосы, светлые глаза. Уже с целью всего. Ну, по любому. Ну, так-то черные по факту. Я всегда говорила, что у вас кто-то в роду есть такой вот из иностранцев. Нет. Так, мам. Мам. Чистокровные украинцы. Они как раз такие. Черные. Черные брови. Да. Ты что, не пьяна, Светлая? Нет. Дайте накатило. Черные брови. Вот. Чистокровные украинцы, они черноволосые. У них черные волосы. Мои мамы тоже были черные. А русские? Русские. Понимаешь? Жгучие волосы черные. Ну, сынок. Ты мне не рассказывал, как вы ехали в Прибандах или куда? К мне цыганы кинули краску. Нет. Ага. Что-то я помню слышал такое. Но мне с подробностями не рассказывали. Я пришел в туалет. Хлопчику. А я пошел в туалет. ЖД узнал на здоровье, чтобы в туалет и ты. Она хлопчик. Хлопчик. Я хотела взять, чтобы ты работал на них. Работал. Да, а что ж. Да, в рабство. Бесплатное рабство забрать. Да. А где это тебя поймали? Где тебя поймали? А я в туалет. Нет. Где в Киеве? Киеве. Ага. Да. Думаешь, сейчас будешь как раз тут ходить и просыть. Думаю. Местный работяга будет. Да. Я работаю. Да куда идти? Да. Жаль же надо было. А мне было 7 годов уже. Вот. У бабушки тоже черные волосы были. Вот. Бабушки Нины? Бабушки Нины? Нет. Я видела фотографию. Нет. Черные такие как у бати. Темнорусы. У батька были черные. Да. А мати нет. Не? Нет. Я ж не видел. Я ж пытаюсь. Ну по фоткам я поднимусь в селе. Я в селе поднимусь. У нас же монголи пришли. Вот именно. Наробили тут. Монголи татары вообще везде пришли. Это понятно. Они везде пришли. И не знаешь, кто от кого рожався. Чистокровных, если так взять по факту, чистокровных людей не мае. Ну вот тоже. Понятно? У батька. Я скажу, что у батьки у меня были такие чернявые. А бабушка не. Бабушка такая была русая. Чем за русая. Понятно. Так. Все. Чайник закипит. Услышишь? Пошли делать. Работать. Вот так вот. Кто не работает, тот ест. Да? Да. Ты имеешь ввиду лягушечек? Мам, ну ты можешь без меня их кормить? Ужас. Я не люблю вот это смотреть. На твоих червяков. На твоих лягушек. Корми их без меня. Это не червяки. Они замороженные. Уже тут их нету. Есть там, но это... Зачем вы столько им накидала? Пусть едят, они обжоры. Лягушки очень много едят. Ну, у меня были лягушечка маленькая, три тончика был. Вот такая маленькая лягушечка, три тончика, схватила и живет. Угу. Я вытащила изо рта, увидела только хвост. Мне просто, сынок, интересно. Что? Как могут эти животные жить в таких условиях? А вы когда-то видели, что такое надо убрать в мост, надо сына, надо есть по стенке, чтобы в хате не воняло. А мне... Вот обдевлются к нам и думают... Как такого? Да у вас же ее нет дома. Вы же таки дивитесь, и кот обсуждает тут именно. Что оно надо? Смотрите. Матеретка горяченькая. Две эти... Покушано, чистенько. Вот, смотри. Вчера вот это. Они даже есть им не хотят. Бачите здесь? Потому что их надо кормить два раза в неделю. Да. Так мы их и маленько кормим. Два раза в неделю кормим. Маленький. Бери стульчик, сынок. Ты там только полустишься. Пошли. Пошли. Какой? А я вот этот возьму, я на него босиком стану. 5 гороков живу. И что? Силь держал, я не знаю, что они здесь. Нет. Бери табуретку. Так. Старайтесь на табуретку. И что? И что? Мы будем этот потолок делать? Будем, конечно, будем делать. Ну ты что думаешь, я шучу с вами или что? Все будем делать? Просто, что ты решила с потолка, если тут еще завалено все? Вон. Ну, хочешь, давай выкинем это. Да. Сегодня у тебя настроение на потолок, давай потолок. Ну, я пока шел. Сэкономим на демонтажу. Демонтажи все равно будем сами делать. Кармаш не буду выкидывать. А хочешь, становись обои вот эти вот, сдирай. Давай лучше с обоев начнем. Ну, что, что, обои я сейчас сделаю, нет вопросов. Что? Бери тряпку мокрую. Что? Ну, я говорю, что тут еще до обоев куча всего. То до обоев понятно. Ну, не, давайте езжайте себе по своим делам. Батя сам начнет делать, да. Не надо мне. Не надо мне. Не надо мне. Езжайте себе. Решайте себе. Не, ну надо же начинать когда-то. То выездиться. Слушай, у меня же зерно осталось получается. Я тоже не могу. Мне их в сарай я не вынесу, потому что мыши заведутся. Поэтому тут осталось у меня вот эти все зерновые. Под ногами, потому что я потом мешаю. А мы же еще ездить не хотим? Ну а то что, не зверюшки? Там помимо того, кидаем сухари, все приносят еду, кидаем воронам. Что остается, то может и съедают там какие-то. Так что, ты сам будешь сдирать? Я сам разберусь. Ну сдирай, хорошо. Мам, давай тогда эти тоже, вот эти тумбочки денем. Вот эту вот. Надо, может, работу тебя заберем. Я же тебе говорю, некуда сейчас ставить. Вот это, а вот это можно и выкинуть. Вот это можно и выкинуть от дороги. Нет, это мне все после Нового года надо будет. Куда, в кабинеты? Да. А что у тебя там, большой кабинет будет? Ну я там ремонт буду делать, еще что-то. Мне надо будет, я заберу, может и стол тут заберу. Заберешь все, вся старая мебель нам все равно не надо. Мы новую тебе будем покупать. Поэтому, конечно, все. Такую мебель, выкидывать я не буду. Потому что потом где его брать? Ну на работу старая, конечно, можно все отдать, да. Без проблем. Это пригодится даже, ну, что-то в сарае можно слаживать, инструмент какой-то или еще что-то. Я вот только, правда, за плитки вот думаю. Не, плитку ничего трогать не будем. Это дорогое удовольствие, поэтому я ложила ее на всю жизнь. Ну она ее все равно, ну видишь, швы грязные как это. Швы это все моется. Что моется? Даже очень белизной хорошо моется. С водичкой, с содой. Это ты нож когда-то уронил. Когда Куховалин канал открывал. Помнишь? Не помню. Большой вот нож свой тяжелый. Бух! С досточкой бежал что-то туда. Не, ну... И уронил. Ну это такая плитка уже старомодная. Уже такие плитки никто не ложь. Надо будет менять тоже. Тем более сколько тут... Не, пусть она... Смотри. Квадратный метр плитки стоит... Это прям шикарные рабочие. Ну, именно хорошие. Ну, хорошие рабочие стоят 750 гривен квадратный метр. Сколько это квадратных метров? Раз. Ну, к примеру. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. 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 Девять. Ого. Тридцать. 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 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 60 квадратных метров умножить на 750, 45 тысяч гривен будет стоить положить плитку. Ну, штука, да, штука доллара где-то. Я тебе говорю, даже за плитку не заикаси, не драконь бачу. Во-первых, мне нравится эта плитка, во-вторых, вот эти неустойки, которые тут строители это ложат, дола, нудно и все такое, мы этого уже не переживем. Люди делают ремонт и начинаются скандалы. Ну, хорошо, плитку можем оставить, хорошо. Естественно. Ну, ее надо будет все равно, ну, это уже можно заделать этими, можно будет заделать. Все равно надо будет, а вот смотри, вот швы эти все, они же какие-то уже такие... Швы это из-за того, что я же тебе говорю, что где-то они помыли, где-то что-то, оно позабивалось. Они вообще у меня были серого цвета. А с кухней что делать? Вот смотри, кухня у тебя уже, ну, кухня уже своя отжила, надо купить новую. Ты что, шутишь? Что? Зачем мне новую покупать? Низ, вот эти досточки в эпицентре закажем новую и все. Она на ножках стоит, идеально. Хорошо, а холодильник? Это кухня, поменяем только ручки. Ручки, ну, у вас есть ручки. Ну, хорошо. Ручки купила. Смотри, хорошо. Давай тогда вот так, сделаем так. Выкидываем нахрен вот это все, что тут есть. Все, с шкафчиков, то ли, все, абсолютно все выкидываем. Кухню оставляем, отмываем ее, отмываем. Вот, кухню всю отмываем. Потолок надо будет побелить. Вот это точно оторвем, это уберем. Потолок мы побелим. Ну да. Вот, потолок побелим. Вот эту херню мы тоже открутим, уберем, она тут не должна быть. Нет, это там. Нет, на балконе будете сушить, это ужас какой-то. Не ужас, это германское. Да, это никуда не годится. Смотри, ты меня слышишь? Смотри, 10. Ты меня слышишь? Сейчас, стой. Посчитаю, сколько. 20 лет назад с Германии привез. Да мне все равно, сколько он привез. Мы выкинем эту херню. Так она не ломается. Ты слышишь меня? Пока батя не слышит. Ты слышишь меня, нет? Зачем ее выкидывать? Она слаживается. Я ее помою, опять прицепим. Она неудобная. Можем, вот. Все отсюда поубирать, все повыкидывать. Холодильник. Оставляем или новый? Ой. Ну, как захочешь. Не знаю, пока работает, работает. А там мне надо будет на работу в холодильник. У меня же... Хорошо, тогда оставляем, потом тебе, если что, поменяем. Но, в принципе, вот это все надо выкинуть. Вот, вот это все выкинуть. Вот, выкинуть, все убрать. Тебе не мать, все. Купить, я же тебе говорю, новую посуду, тут все вымыть. Вот. Ну, новую посуду. И тут сюда купить, я куплю тебе столик, три стульчика классных. Нет. Что, нет? Я тебе заберусь на работу. Мне не покупать то, что у меня есть. Это ужас. Потолки сделаем. Надо вот это все будет убрать. Еще есть что делать. Что? Еще, может быть, окно придется то менять или резину. Блин, может, вы съедете куда-то? Я тут без вас на виду порядки. Я не рассказываю. В комнате тут полно еще того, что надо сделать. Может, окно придется еще то заменить. А нам стоит как-то не так, потому что холодно. Я не пойму, а с чего холод. С чего мы начнем? Надо первое, очистить квартиру. Что мы сегодня очищаем? Очистить полностью нельзя. Пожно. Потому что люди едят, люди живут. Люди собирают. Тогда надо, чтобы вы съехали. Я вам сниму квартиру. Начинается. Ну, чтобы очищать и все делать. А как? Ну, как ты предлагаешь? Ну, тут точно ничего делать. Плитку не будем снимать. Ну, хорошо. Я говорю, плитку не будем. Хорошо. А это соседям ущерб будет. Вот это дрычать. А что тут зачищать? Вот потолки помоются. Ничего тут страшного. Поставил стол и себе с потолками работать. С потолки сделать тут. Вот. А это уберется. Подожди. Сегодня, завтра чашки бьются. Тарелки бьются. Другие поставим. Ну, ты так и хочешь вот это жить вот так вот. Ты не хочешь, чтобы оно все было новое, красивое, чистое. Не хочешь вот это? Это уже станет старым. Ну, что мне... Я тебе буду обновлять. Зачем? Зачем? Если я к этому привыкла. Я понимаю, что ты привыкла жить вот... Первобытный человек. Ну, ты я... Первобытный. Можно все выкинуть, понимаешь? А потом за что его покупать? Это надо сутками работать, чтобы потом купить по новым ценам и все такого. Я вам куплю. Давай я буду тогда покупать, приносить, и мы будем сразу менять. Буду, смотри. Допустим, старая сковородка на новую сковородку, старая посуда на новую посуду. Давай так. Ну, сейчас же ты не будешь это все. Сначала надо довести все до толку. Вот это вот еще надо будет сделать. А потом уже менять вот эти все посуды. Так, а что ты хочешь до толку? Потолок? Что ты на тот потолок смотришь? Тут обычный пакторса ставишь вот так. Просто тебе рассказываю. И будешь делать ремонт с потолком, вот это все будет засрано. Белым, заляпано точками, еще чем-то. Вы меня как будто не слышите. Самое интересное, когда я съехал, даже хотел... Ну, вот я уже съехал. Я жить собрался отдельно, все. Мне мама даже у меня не разрешала делать ремонт. Пока я сказал, не надо мне это рассказывать. В смысле, как мне разрешала? Ну, тебе, блин, а тебе что, так ненормально? Ну, типа... Ну, ты же мне говорила так. Ну, потому что не было денег. Ну, ты странный. Ну, сделали же ремонт. Ну, потом уже сделали. Нету денег, нету этого. Да нету, значит, желания, а не денег. Ну, не было денег. Это так и было. Ты что, не помнишь, сколько у тебя стояла эта квартира, пока батя говорит, да дай ты ему на потолки. Ты что, на потолки собрать не можешь ребенку? Стояла она сколько? Год, наверное, или два. Это ты говоришь за ту квартиру, которую ты сдавала, в которой я не жил. Короче, была у мамы квартира... Подожди, в месяц не помню, сколько ты там... Была у мамы квартира... Говорит, будешь там жить? Но в итоге я там не жил, потому что она там то потолки делает, то она сдала, то еще что-то. Ну, короче, не хотела. Вот, ну, то такое, то такое. Ну, так и за эту точно так же. Она же тоже стояла, не могли сделать... Все, давай, давай мы сейчас... Мы сейчас говорим за вот, за ваш ремонт. Что мы будем делать? На сегодня давай, что мы сейчас делаем? Ты не знаешь, с чего браться? Это сам вот это снимает. Хай снимает. Хай снимает. Все, пошли, наверное. А сколько... Хомяков давай заберем хоть на работу. А? Хоть хомяков давай заберем на работу. Да некуда мне их ставить. Ну, боже мой, что мы сегодня... Ничего опять... Ну, вчера у вас тут магнитные бури были. Ну, хочешь оставаться? Я пойду на работу пешком, еще час до работы буду телепаться. Причем тут до работы телепаться? Ну, потому что ты же говоришь, давай что-то делать уже... Ну, пора ужина собираться. Сейчас чай попьем. Подожди, не заберем. Боже мой класс. Я тебе еще папки должна найти. Так. Ну, хомяков тогда заберем. И куда? К тебе отвезем? Нет, не ко мне. Ну, так и что за вопрос? Посмотрю сейчас, что заберем еще. Что можно забрать. Так. Там все завалено. Какой-то кошмар. Там же духовка, а то никто не пек никогда, кроме меня. Что? Что ты печешь? Потому что как же там печь, если там оно завалено все? Конечно, пеку. Колбасу недавно пекла. Ты пекла в микроволновке? Нет. В микроволновке я как раз колбасу не пеку. Да я к тому, мам. Мам, я к тому, что хочу, чтобы удобно, комфортно жили. Даже свет не хватает. Понимаешь, чтобы удобно, комфортно. Понимаешь, чтобы... А лучше кешке включу свет, чтобы... Вытяжку вытяжку. На него. На него свет потрачу. Чем я буду микроволновке электричество тратить. А я кешу включаю подсветку. Сейчас за свет он тоже придется много заплатить. Потому что кешульке надо свет. Кешулька гуляет, как будто бы... свет. Да, кешулька. Он любит, когда свет горит. И ты ему больше камеру туда не сунь клетку. Я вычитала, нельзя его драконить. Он ручной. И нельзя драконить, он будет кусаться. Да, кешулька? Да, он вот так вечером летает, а потом хочет ко мне. Хорошо. Хомяков давай выносить. Блин, кто у меня уже в кошельте лазит? Не надо. Я бы тебя попросила. Что? Это его пространство. Я же тебя... Не-не-не, кешулечка, нет. Мышла один. Тихо. Тихо. Мышла один. Нет, тебя никто не тронет. Давай, что мы сегодня уберем? Давай вот этот пуф на работу тебе заберем. Будет как раз там на нем что-то ставить. Так некуда его просто... Ну что, ты просто так бензин катаю. Давай, ты придумаешь там где-то пуфа, нет? Где? Под дождем на улице? Нету места. Если бы было, давно бы уже все вывезла. Вот эту штуку мне надо наработать. Клетки забери. Забери клетки, которые есть пустые. Вот эту мне надо. Забирай. И пустые клетки забирай. И вот эта. Это очень удобно. Я купила... Получается, лишнюю клетку купила. Забирай, забирай. Вот тот, вот тот. Давай все эти подносы на работу. Чтоб пардон был. Чтоб камяки не удирали. Вот еще. Да вот это тоже на работу. Да нет, это уже тут стоит одной. А зачем оно? Подожди. Тихо. Я там не одна. Ты же понимаешь, что я отвезу, я потом там ничего не найду. А где он денется? Что? Где он денется? Тихо. Ты спрашиваешь меня, где он денется? Тебе на палочках разговаривать? Нет, не надо. Так что? Землю будут грузить, что угодно. А горшки будут садить. Хай грузить. Так мне оно надо. Это же от клетки, хомякам. Хай грузить. Так у клетки же есть. Я же такое отвезу. Горшки надземные и все такое. Пеша. Он и так у тебя психопат. Пешуля. Попросто. Отходи. Отходи. Вот это заберем. Это мне будет запасное. Что мы еще заберем? Так, вот сюда вставь. Хорошо. У меня там заканчивается корм. Вот это семечки намешают. Забирай вот этот комбикорма свои на работу. Тут что они делают? Хлип какой-то. Нет, нет. Твоя не заберем. Не кричи. Не кричи, Кишуля. Раздраконила вы. Кешу. Да давай уже собирайся. Ну что тебе тут Кишуля? Собирайся, мам. Кешу. Успокойся. Пакуй что-то. Все время молчи. Кеш. Кеш. Ну успокойся. Капец просто. Нет, это Кеши я уже оставила. Это все Кеши. И все. И хомячка. Ну а то семечки возьму. Я там подмешаю все. Корма купленная. И это. Ну намешаю. Ну это все, что мы сегодня вывозим с квартиры? Нет. Почему все? Не все. Ну вон бы еще мешок набили того, что надо снимать вот это вот обои и это. Ну не набили. Сейчас еще возьму этот как оно пшеницу. Подожди. Давай. Тут батя хорошо покрасил. А тут тогда что нет? Вот это еще. Забирай давай. Пшеничку. Ой, где оно? О, боже, не могу рука болит. Вот так. Не, не надо ставить. Это вот это заберем. Все, пошли чай пить. Я же залила уже. Блин, да я не залила. Я виноват в этом. Забыла. Потому что, наверное, чай остыл. Наверное. Так, ты спроси этих своих соседа, своего ремонтника, что он сможет сделать. Сможет прийти потолки делать. Я не буду людей драконить вот это по такой херне. Или понормально делаем ремонт, блин. Что он будет делать? Чтобы на мост тут ему капали. А как кто его будет делать? Сами с батей, что ли? Что, потолки? Да. Будут делать люди. Надо определиться, что делаем. Одни потолки и все. Потолки делаются в последнюю очередь. Ты понимала? В ремонтах. Ну, в последнюю очередь. Иди тогда сюда. Ну, а что ж тут тогда делать? Тут больше, кроме потолков и стен, ничего нет. Что тут еще? Да тут все выкинуть надо, новое купить. Вот что надо. Выкинуть все, потом убрать все. Ну, пока животные тут, то как ты его выкинешь. А то начинать с ванной и все. То, что я сказала. Убрать вот те потолки на ванной. А что ж тебе те потолки? Я говорю, надо вот этот хламыдло повыкидывать. Хламыдло надо повыкидывать. Сделать душ. Ты меня не слышишь? Потом что еще? Ты меня не слышишь? Там можно даже счетчики поменять на воду. Потому что они уже, надо было в этом году менять их. Расхламыдло. Надо квартиру очистить. Очистить от всего. Ну, от всего это понятно. Ну, пока потолки же не сделаешь. Ну, зачем выкидывать вот это все? Здрасте. Уже же выкинули все, что могли. Ничего не выкинули, вся хата завалена старыми вещами. Ты что, шутишь? Ничего не выкинули. Сколько всего выкинула? Что ты там не выкинула? Да, ничего не выкинула. Это тебе так кажется. Давай придем у тебя и все выкинем. И так ты будешь без вещей. И ты мне все новое купишь, давай. Что? Ну, так... Ага, а я же тебе предлагаю выкинуть и за это новое купить. Зачем это покупать новое? Ты знаешь, сколько сейчас это новое стоит? Какая разница, сколько? Не стоит это миллиард долларов, как ты думаешь? Стой, не надо. Я лучше работать не буду. Ты скажи, мама, сиди дома, не работай и все. И зачем мне так и покупать, вот это работать и вот это все покупать? Тебе не надо, не надо тебя... Ты купишь. Я куплю, да. А так я не буду работать, я 30 лет работаю. Так работай себе дальше. Так я тебе рассказываю, что я иду с коллегой вчера домой, она мне говорит, ты представляешь, Света, 30 лет в этом году мы с тобой работаем. На одной и той же работе. И говорит, и я за 30 лет, я, говорит, уже ногами ходить не могу, ничего не могу, я ничего себе не нажила. Я говорю, потому что это жизнь. А за жизнь что? Нужно платить коммунальные услуги, проезд и все такое. Она говорит, так 30 лет? Я даже, говорит, землянку себе не купила, какую-то там дачу в селе или еще что-то. Хотя и муж систематически работал, и она. Что от меня хотите? Ничего. Я виноват, что она не купила? Нет. Кто виноват? А я ей говорю, а чего ты, говорю, расстраиваешься, зато ты внуков вырастила. Сколько внуков подняла. Так вот, я тебе говорю, что это все покупать, это дорого. Это надо логически подумать. Зачем его покупать, если это есть? Давай, блин. От старого нужно избавляться. Я тебе хочу, чтобы вы голосовали. Внука куда-то поведу. Так это я куплю, а не и ты. Нет, я вообще... А ты поведешь, внука. Если захочешь. Ты купишь, когда надо заработать. Мы еще не заработали, чтобы это все выкидывать. Давай. Попробуй. Я не хочу чернослив. Течет как это. А, ну вот конфетки бери. Пожалуйста. Спасибо. Это что ты покупал. Кушай. Давай. Кушай, кушай. Да я не могу их съесть. Чего? Батя тебе помогает. Ой, как же тяжело. Это полезно. Тяжело с вами. А почему? Не хотите работать. Успеем еще выбросить. Что мы сегодня сделали? Что мы сегодня сделали? Покушали, чай попили. Два подноса на работу вывезем. О, много сделали. Сейчас синяки себе позамазываем. Цирк на дроте. Это тоже надо. Цирк на дроте. А что еще? Орехи набухли по сметане. Вот такие огромные стали. Не могу проживать. Когда завтра? Приходи с утра. И что? Ну, сделай это все. Что сделать? Что сделать? Я поняла. Это ж... Наверное, если смывать надо... А, нет, эта краска такая шумующая. Ничего, не надо. Пусть строители разбираются. А что ты хочешь? Я говорю... Весь ремонт сделаем, потом натяжные потолки. Все. В смысле натяжные? В прямом. Мне не подходит. Не надо будет ничего красить. Мне не подходит. Чего? Натяжные. И там горячим баллоном вот это все делать. Натяжной такой. Пленкой. Ну. А потом, не дай бог, батя бычок кинет, оно сгорит. Так и будет. Не, не надо. Ну, если так размышлять, то... Вообще, если так размышлять, то зачем тогда... Зачем тогда жить, если мы умрем? Мам. Зачем жить, если мы умрем? Так и тут, а... Зачем делать, если батя кинет и пропалит? Красивые котятные потолки. А может, не кинет? А может, не кинет? Ну, у меня это... У меня даже лимонлю метуа опаску какую-то берет. Кого? Опасность берет. Не знаю. Ну, короче. что короче что думать боже мой за все выкидывать надо вот что делать или продавать я же тебе говорил надо всего избавляться по 10 лет делают ремонт и тебе 10 лет хочешь делать ремонт 10 лет собираешься делать ну зачем не сделать вот если бы мы начали все сейчас делать по-нормальному вот это все выкидывать делать то мы я думаю до лета справились бы и был бы уже ремонт и новая мебель и все было пока я была молодая мне как-то это так все легко давалось сейчас уже мне другие другое мировоззрение мне все кажется он блин что-то где-то найти потом магазине пойти это искать ходить это ноги болят не хотите вы ничего делать тяжелые люди сделаем не переживайте чего они вы ничего не сделать если я не начну делать сами вы ничего не будет так жить такие люди что мне сказать человеку какому человеку найти да 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 и сим-карту пусть сама ищет его человека отдай сим-карту как вот тут вот есть номер человека что ты смеешься уже лишь номер телефона есть на этой карточки на когда и эту карточку подай эту карточку если там есть номер телефона скажи вот тут есть номер телефона ты же говоришь номер телефона тогда и пусть она возьмет оттуда шо а может это раньше были такие киевстаровские значки это лайфовская карточка а чё она тут синяя полностью синяя была что ты хочешь куда мне его вставить телефон давай телефон так нервы мне не делай не хочет мама ничего делать нету ну и все придумать какие-то проблемы а вы только ничего не делать только чай гонять и есть работаем вот люди работают вот это люди работают я вижу она грибок вот это ли человек работает а мы вы и мы мы не работаем и для сыт очень понимаешь едим и все да совсем не работаем курьем бьем и едим и все даже засветиться что вдруг что-то про них скажу или еще так что это хуже работа лучше пойти по мы не работаем и лясы точим а работать надо надо уже включаться в этом уже сколько можно находить диалог это тоже работа причем большая ты вспомни как я вечерами приходила с работы и вела с тобой диалоги не виси меня тебя рассказывала тебе топтала тебе все случаи жизни в голову ужас ужас не хочу вспоминать ужас это делуха это работа это большая работа учить детей надо рассказывать им что надо делиться с родителями рассказывать им что с вами происходит что это родители должны знать а не так как батя сказал не вздумай матери или батя жаловаться это неправильно и ты никогда ничего не признавался потом только предложу узнаю школе что что-то там происходит что происходит какие-то здесь есть в школе происходило на вечер детские какие-то там непонятки давай я с лопой еще одну конфетку понимаете я не знаю как и уже что делать я не знаю что делать с вами вы мне такие нервы делаете своими скандалами своим нежеланием и так далее каплю капец это не скандалы дискуссия скандалы это когда уже там мочиловка идет это дискуссия да бабушка когда-то вспоминаю что вы ругаетесь титане я любую чего вы взяли что мы ругаемся брата танюк мы никогда не ругаемся обнимаю и смеется я в эту дискуссия мы находим общий язык вот она делает так а я не умею там делать допустим я так не могу я буду делать так нет только так надо делать почему а я вот сделаю так это же получится такой же результат как у тебя муж идет эти начинаем мы с ней дискуссию потому что это не хочет чтобы она все было четко и качественной хорошо мало ли что она хочет но я к примеру говорю а я вот так допустим не могу так что нужно делать соглашаться что человек допустим делает хотя бы так это хорошо иначе вообще делать не будет бабушка что мы не ругаемся у нас дискуссия такая причем всегда громко говорю и она громко молодец говорит потому что я не слышал когда я допустим тихо как со мной кто-то общается у меня имплантант слетел и это не плантант где слетел в ухе какой у тебя там имплантант еще в ухе у меня дорогой имплантант он слетел все еще теперь давай поставим как его там поставить можно я уже сручную поставить я уже так и помру а зачем его ставить это опять мне голову долбать имплантант слетел голову долбать бог ты мой вами когда-то делали операцию на ухе ну такой там имплантант слетел какой имплантантом может следить тебе делали тебя там зашивали мне делали полностью восстанавливали в ухе там молоточек наковальню все это делали имплантанты какие имплантанты тебе просто там ухо зашили нет у меня там все стояло чтобы работала еще ухо нормально работала потом сказали физически не работать но тогда придется работать придется работать так не хотите работать не родилась у допустим у глухонемых родителей и я такая стала я родилась нормально так просто шо не сберегла здоровье так это же детство мою понимаешь это же я мы шапки ходила ребенком кто там за мной смотрел и все и и ничего нету все вон смотри как ездят на еще и с ребенком на таком самокате электро молодцы пошли все погнали и лежачий камень ничего не подплывая это мне так говорила бабушка я с ней согласен на все 100 процентов и дыроби ой б ой б ой б и дыроби и дыроби она мне вообще отдыхать не давала вот я так не хотел работать бесплатно просто так но приходилось бабуля была такая жутко и дыроби вот и приходилось работать и работал все дело все что скажет хотя не хотел не хочешь заставим не умеешь научим ничего не заставляю делать заставляю просто выкинуть со либо давай я выкину дай добро не дает я же не могу выкидать я что-то не владелец жилья тут хозяин мама и папа вот я же не могу без их согласия брать выкидать вот они же я что-ка я только что-то начинаю что-то там перегибать они же начинают так что тут хозяин с этом хозяину собак выкину и так далее поэтому так а кого вы киды короче сегодня расхламление у нас очень бедная и несчастная у нас сегодня одно ведро у нас два подноса какие-то семечки на этом все так что вот так вот короче напишите в комментариях кто знает где на баллоне можно удалить папилому бородавку гуся и не знаю как называть родинку и так далее салон красоты который удаляет который кожей занимается за которые удаляют все вот эти вот гадости да это нечестивые плевал называется бабушка так что вот так вот сегодня у нас очень бедное расплавление ну хоть что-то ну смысле везем на дашь хоть что-то выкинуть так что вот так вот ребят извините что сегодня вот столько вот у меня как получается договариваться не так получается все как есть у меня вы же видите видео показываю все как есть на самом деле поэтому одевайся давай 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 собирай вещи повезем собирай давай давай собирай завтра повезем собираюсь завтра повезем до завтра соберешь до завтра соберешь собирай давай ой подожди мне еще надо собирайся давай тетя ленья собирай всем собирай короче вот как то так видите у меня есть моменты когда прям хочу просто сорваться и все бросит но я человек упертый я козерог не люблю сдаваться но плюшкина могут победить но я не позволю не победят они меня не победу так что ты будешь взбирать колы сдирай давай обдираете обои что спина болит ясно тогда мы сделаем не хочешь не надо мы сами стены так что как-то так сейчас везем на подноса но видите сегодня надавил может завтра какие-то пакеты на готовит все титане дай бог может завтра там знаете отвезем а мышь не отвезем кто его знает как-то так так и живем знаете после завтра приду что-то будет хорошее настроение еще что вывезем не получше не получше потом пора поработаю там тете лени отвезем еще кому-то отдаст на работу хомячков и так далее вот это тяжелый труд то знаете я психолог договариваешься договариваешься чтоб как-то как-то вынести вот это хламыдло работа идет я стараюсь как будет так вы все увидите пойдете а деваша сумка откуда я знаю поэтому ждите ребят продолжение расхламление будет и ремонт будет все будет я за дни не дам я на это слишком много времени сил потратил поэтому заднюю не дам так что все всем удачки пошли собираешься три дня по караулю давай так что ребят всем удачки буду грузить это в машину буду ехать видеть может и завтра завтра вы видите сегодня мало сегодня не так получилось а завтра может много выведем вот так что как-то так все поехали ребят а сумку давайте сумку заберем все забираем и выгружается ее мою машину все машину блин и машина все еду грузиться полетели все в машине повезу маму на работу все ребят всем пока до следующего выпуска завтра надеюсь будет больше выкинутых вещей проvey да про да чтобы про вот не